То, что вы не знали этот ответ, не пошло в запись, вам повезло. На следующие занятия еще доклады остались. На следующие лекции, да? То есть вы из тех, которые серьезно готовятся. Это вот люди все не серьезные были такие, им было лишь бы что-нибудь сказать. А тут серьезно, люди подготовились. Ну, будем ждать серьезного, да. Хорошо, а сегодня, так сказать, у вас больше у нас докладчиков нет сегодня, правильно, да? Три. Три даже. Три даже? И все за следующий раз? Нет, сегодня. Сегодня три? Так, кто это? Раз, два, три. Ну что, надо дать слово товарищам, если они вуз. Так что мы сейчас подведем отсюда. Целик, чтобы было записано, иначе звука не будет. Со звуком здесь. Цифровизация. Как нам рассказывали на днях Петербургской силософии. Так, кто первый? Ну, конечно. А, вы пойдете? Давайте. Я рассматривала коллективный договор ЗАО «Первый контейнерный терминал» на 2008-2011 год. Вы рассматривали и изучали? Изучал. Я тоже на вашем месте сказал, я изучил. Да. Рассматривать каждый может. Тут так, посмотреть так, посмотреть так, да? Издан этот договор в текст его в 2010-м году. По структуре. Договор состоит из двух частей. Первая – это, соответственно, основной текст коллективного договора, закрытого акционерного общества, первый контейнерный терминал. И вторая часть – это, соответственно, приложение к коллективному договору и конкретным пунктам. А вы свою фамилию, имя, общество назвали, объявили? Потапова Полина Андреевна. Вот видите как, а то у нас как-то анонимка какая-то идет. Потапова Полина Андреевна, все понятно. Вот. Для начала хотелось бы сказать пару слов по структуре первой части, то есть основного текста коллективного договора. Он состоит из нескольких глав. Первое – это введение. Второе – это основные обязанности работодателя, работника и профсоюзу. Профкома, не профсоюзу, а профкома, непосредственно этого зала. Что введение, что эта глава буквально написана на одной-двух страницах. Это такой вот небольшой аналитический аспект. А третья глава под названием «Обязательство работодателя» является самой объемной, и содержит семь подпунктов. Из чего мы можем сделать вывод о том, что в целом этот коллективный договор во многом описывает именно обязательства работодателя, а не работников. И можем в принципе предположить, что скорее всего он сделан во многом в пользу работников как раз. Это почему же? А вот если работники здесь не описываются, о чем это говорит? Именно обязательства работников. Вот обязательства работников, если не описываются, о чем это говорит? Что у них нет обязательств или что? У них обязательства вне подписанных. А? Они в трудовых договорах описаны обязательства. Ну только что обязан делать работник? Что делать должен работник? Он исполнять свои трудовые функции. Какие свои? Он вообще должен все распоряжения, все распоряжения должен выполнять, которые нигде даже не написаны. Все распоряжения у руководства. У него есть бригадир, надо выполнять. Начальник участка надо выполнять, начальник цеха надо выполнять, главный инженер надо выполнять, начальник производства надо выполнять, генеральный директор надо выполнять. То есть вот за работниками конечное число обязанностей, а у работников какое, конечное или бесконечное? Бесконечное. Ну вот, это будет тогда правильно. А так как вы поставили детский, вот тут, видите, как много про вас написано. Это все равно, что вы должны мне сдавать, 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 это у вас обязанности. А я зачет же буду ставить. Так у меня кто? У кого больше тут влияние? У кого? Вот вас, сколько много. А зачет я буду ставить один. Ну и у кого силы больше? У вас. Так у меня сейчас. Почему? Потому что у нас государственность. А государство что такое? Что такое государство? А в чем силу? Ну вот, орудие насилия, принуждения. А у работодателя же есть, раз и уволил, если не выполняется, и весь все дела. Так что давайте правильно. В любом случае по этому содержанию мы можем понять, что в основном коллективный договор так или иначе содержит именно в основном обязательства работодателя. Конечно. Именно потому, что это только таким путем можно компенсировать то неравенство, которое остается при этом. Никакой коллективный договор это неравенство полностью не удалит. Почему? Потому что работают работники, а прибыль получает кто? Работодатель. Кто, кто не работает. Ну вот, что ж тут говорить? Вот. И также, помимо этих трех глав, есть еще четвертая глава «Контроль за выполнением коллективного договора» и и подготовка проекта нового коллективного договора также по одной странице на них отведено. И далее уже вторая часть, в которой содержится приложение к конкретным пунктам. Непосредственно я, поскольку до меня несколько человек уже рассматривали этот договор, решила несколько взять иной подход и сфокусироваться на конкретном подпункте, который рассматривается в договоре. А именно, 3.3. Обязательство работодателя по охране труда и здоровья. Рассмотреть его более детально, чтобы была возможность по нему пройти подробнее. По этому пункту есть как раздел в основном тексте коллективного договора, так и в приложениях к нему соответствующих. Как вы видите в ходе моего описания этого пункта, во многом соглашения направлены на более точное регламентирование рабочего процесса и его условий с прописанием и расчетами различных норм. И. Б. Постоянный контроль этих показателей безопасности труда, отслеживание и корректировка. Он содержится на страницах 13-20 основного текста. И начинается с того, что выставляется основание того, на чем формируются следующие соглашения. То есть сторонами признается приоритет жизни и здоровья работников относительно результатов производственной деятельности организации. То есть работодатель соглашается с профсоюзом о том, что жизнь и здоровье работников для него приоритетнее, чем прибыль, чем результаты производственной деятельности. Ну и как вы думаете, уходит на инвалидность докера мало и халимного уходит? Как вы думаете, не интересовались? Много. Очень много. Как это соответствует, этот принцип приоритетности здоровья? Ну, это все равно невозможно в связи с спецификой, как я поняла, работы докера, потому что они работают с очень опасными границами. Совершенно верно. То есть прогласить такой принцип можно, а реализовать его в силу специфики такой работы практически невозможно. Но, тем не менее, очень непонятно. Но этот принцип требует, по крайней мере, да, заботиться о сокращении. Да, спасибо. Собственно, теперь по, в принципе, содержанию того, что есть в этом пункте. Несмотря на то, что изначально, как я представляла себе, что работа докеров – это, в принципе, разгрузка, перегрузка контейнеров различных, просто любых грузов. Тем не менее, в ходе изучения именно этого пункта я поняла, что большая часть направлена на обеспечение безопасности непосредственно работников, которые занимаются точно так же разгрузкой, передвижением различных категорий опасных грузов. То есть химически опасных, иногда даже радиоактивных. И во многом именно на это направлена, на самом деле, большая часть пунктов, ну, этого пункта, этой главы. Ну, вот корм перегружает корм, шрот, это, так сказать, измельченные, растительные какие-то продукты. Вот, а для того, чтобы, поскольку их везут из дальних краев, то их, естественно, протравливают. Чем? Газом ядовитым. Поэтому, когда они привозят, то надо вообще ждать, пока эти газы ядовитые слегка выветрятся. Но они полностью это не выветрятся. Поэтому, вот, вроде бы, люди перегружают кормовую какую-то культуру, да, измельченном виде, а они отравляются при этом. Так что тут много таких вот параметров. Итак, первым делом ограничивается круг, в принципе, людей, которые могут работать с вредными такими веществами. То есть, работы с вредными или опасными условиями труда должны выполняться только с штатными работниками, которые были обучены правилам охраны труда и техники безопасности. Также работодатели обязаны информировать работника о любых опасных факторах, таких как скорость ветра, температура окружающей среды и тому подобное, также о показателях. Можно Вам такой ядовитый вопрос задать? А вот бывает техника без опасности? Только не полностью слово, а без опасности. Бывает техника? Да, пылесос. Пылесос? Можно тоже. Можно засосать. Волосы. Волосы запросто можно, да. Можно, да. Ну, там не такая, конечно, таких маленькой такой техники там нету там в порту. Стоп, техника техника или техника как методика? Нет, техника без опасности, как техника. Бывает? То есть, вот так называемая техника безопасности, как предмет, как требование, они исключают опасность, исходящая из техники, или уменьшают? Уменьшают. Уменьшают. Но исключают полностью? Нет, конечно. Ну, вот я Вам приведу пример. Вот огромный перегружатель, трехэтажный, который перегружает эти самые большие короба, эти, которые перегружают докера, он вдруг поехал, сбил ограждение зимой, упал на лед и утонул вместе с докером. Вот и все. А были случаи и не раз, когда неловко техника двинулась и придавила кого-то, потому что если она придавит, что-нибудь отдавит окончательно, и все. И сколько бы он ни знал эту технику безопасности, это надо вообще от нее, это вдалеке быть, но они вдалеке не могут находиться, они находятся около нее. Поэтому, к сожалению, там, где техника безопасности есть, там, где есть опасность. И эта опасность не исчезает при этом, но уменьшается. Ну, вот это правильно. И помимо информирования, работодатель также обязуется принимать некоторые меры по защите работников от этих предоносных факторов или же давать определенную компенсацию за работу в таких условиях, порядок которых также предусмотрен договором, и в приложениях есть полностью таблицы, прочитывающие это. И они также отдельно подписываются и работодателям, и профсоюзам. То есть помимо самого текста договора, который подписывается обеими сторонами, также и под каждым предложением, которое рассчитывает эти более точные показатели, они также отдельно подписываются, что как бы менее оставляет возможность разночтений, скажем, договора. И есть прям точная регламентация. А компенсация действительно компенсирует или тоже уменьшает только вред? Ну, вот скажем, если меня перевели инвалидно, с чем вы это компенсируете? Ничем. Ничем не компенсируешь. И вот этих очень много инвалидов, таких здоровых, таких по виду, мощных таких мужчин, которые внедрены оформлять инвалидно. И еще долго бились докеры и профсоюз, чтобы эту инвалидность признали, радикулись, чтобы признали профессиональной болезнью. И чтобы эту профессиональную болезнь, по ней могли бы им давать инвалидность. А инвалидность им будут давать какие-то деньги в течение дальше оставшейся жизни. И они где-то могут работать еще в другом месте уже без опасности. Вот такая ситуация. Также как раз по технику безопасности и правилам охраны труда. Есть пункт о том, что обучение таким правилам должно проводиться строго в рабочее время. И работники должны иметь возможность ознакомиться с нормами тяжести и напряженности трудового процесса с такими показателями, как позволительный уровень шума, вибрации, радиоактивности. И по требованиям им всегда должны предоставлять тексты, содержащие эти нормы. Также работодатели обеспечат постоянный контроль за вредоносными факторами путем проведения периодических замеров. Но помимо периодических, также по запросам работников, точнее, как бы бригадиров, я не знаю точно структуры организации, но тем не менее, также должны дополнительно проводиться такие замеры. Также работодатель обязуется обеспечить финансирование мероприятий по улучшению условий. Но не просто какое-то абстрактное количество и обязуется этому, но даже прописан конкретный процент не менее 0,2% от общих затрат на производство. То есть звучит как достаточно небольшое число, конечно, 0,2%. Но тем не менее, если представить общие затраты компаний на производство, в принципе, это может подняться до достаточно серьезных сумм. Также, естественно, периодически необходимо проводить проверки и аттестацию перегрузочной техники, с которой работают работники. В частности, вот есть, например, пункт еще по таблицам и конкретике, что обязуется соблюдать верхний предел физической нагрузки на одного докера-механизатора в 7,5-часовую смену перекладывающего груз вручную на расстоянии до 1 метра, величиной не более 24 тонн. Всего лишь. При увеличении расстояния переноса груза нагрузку уменьшить согласно приложению 4, где как раз указаны таблицы допустимых соотношений и положение также подписано сторонами дополнительных. Потому что если ты переносишь не на метр, а больше, там выписано то, какой становится верхний предел груза. Как вы думаете, этот предел обеспечивает здоровье или нет? Ну, 24 тонны, если за 7,5 часов, наверное, не очень, но хотя бы как-то это ограничено. Ну, это гарантированно, это, конечно, человека приводит к инвалидности. Значит, этот товарищ правком заказал отдельно, в отличие от, не через администрацию, а сам заказал на профсоюзные деньги, заказал обследование. Медики пришли, сделали полное обследование и установили, что больше, чем 12 тонн нельзя перегружать в смену по этим условиям. И это приводит, большая величина приводит к необратимым последствиям. Почему в таком случае они не стали бороться за уменьшение? А вот боролись. И вот после этого требование было 12 тонн выдвинут, обоснованное, и так далее, как верхняя граница. А товарищ, который был в комиссии, докер, так, беседовали, беседовали, и он согласился с администрацией, 24. А в это время, если он находится в официальной комиссии, согласился, ну, так и записали. И поехал 24 вместо 12. Он уже умер, этот докер. А дело его живет. Также к погрузочным работам не привлекаются женщины, если они требуют приложения усилий более 7 килограммов. Также есть такой пункт, что при выборе организации для заключения договора ПМС и ДМС, обязательное медицинское страхование, дополнительное медицинское страхование, учитывать мнение правкомов. Вот здесь пункт как раз мне не очень понравилось, как был прописан, потому что если сравнить с предыдущими, где очень подробно есть... А учет мнения расписан в Трудовом кодексе. Вы понимаете, в чем состоит учет мнения? Вот если я учитываю ваше мнение, что значит? Вот я как раз этого и не понимаю, что это... Значит, и как эта процедура должна выглядеть? По крайней мере, вот так... Нет, не как она вот в кодексе прописана, как... Это процедура учета мнения, как она... Не должна, а как она... Это что, из учет мнения, это официальное такое название, которое присутствует в Трудовом кодексе. В чем состоит эта процедура? Вот я генеральный директор. Что я должен сделать, если я что-то хочу, и сдать приказ? Получить согласование с правкомом. Нет, сначала я должен проект сделать этого приказа. Дальше. Дальше я... А вы будете председателем правкома. Я присылаю вам проект. И я должен, согласно закону, написать обоснование. Ну, у меня есть кому писать. Вы напишите мне обоснование? У меня много есть кому поручить, да? Он написал обоснование, я вам прислал. Вы читаете и видите, что это ужас. Вот они говорят, что вы делаете? Присыл тоже обоснование, почему я считаю что-то... Нет, обоснование от вас, нет, нет. Вы еще не прочитали про это, что такое учет мнения в кодексе. Не надо вас, не надо. Просто мотивировочная, мотивировку. Почему вы против? Ну что-то вы вам скажите хоть что-нибудь. Вы сказали. После этого что надо делать? После этого я должен с вами встретиться. Обязательно мы должны встретиться. Я вам предложу кофе, чай и мы с вами поговорим. Поговорили? После этого я могу вводить в действие свой проект приказа и все. То есть учет мнения это означает, я слышу, я слышал ваше мнение. Больше ничего. То есть это означает задержка несколько дней, введение приказа в действие. А вот я вам говорил о согласовании, и мы об этом согласовании говорили. Если о согласовании, то я вам направляю на согласование, а вы председатель правкома. Вы берете ручку, говорит, не согласовываю, и подпись. И все. На этом остановилось все. А учет мнения никто. Ой, я там ваше мнение учту. У вас какое мнение насчет зачета? Было бы плохо получить автомат. Ваше мнение будет учтено. Вам учет мнения нужен или зачет? Следовательно, по конкретно вот этому пункту, большого влияния не будет. Также не производить обработку грузов, для которых не была проведена токсикологическая, медико-биологическая и санитарно-гигиеническая проверка относительно вреда для здоровья, соответствующая международным стандартам. Тут есть такая вот терминология уже более рабочая, есть два пункта о том, что не производить перевалку опасных грузов с нарушенной упаковкой. Но при этом какие-то некоторые другие манипуляции с этими грузами, с нарушенной упаковкой производить можно, но обязательно в спецодежде защитной и так далее. То есть тут именно момент характера перемещения их. Но перевалка означает, что у вас было на корабле, а теперь будет поезд загружен, вагон. Или был в вагоне, а с вагона хоть будет загружен на катейнер-воз. Это перевалка груза. А вот снять и поставить, это пожалуйста. Нет, это не перевалка груза, это вы его просто поставили на хранение и все. До выяснения, а переваливать его нельзя и отправлять нельзя, раз нарушена упаковка. Может быть там эта упаковка обеспечивает безопасность. Откуда вы знаете, это неизвестно. Но при этом снимать как бы можно. То есть в этом плане работник не защищен, потому что... Почему не защищен? Снимает на ней руками, это 20 тонн контейнер. Никак уж вы так не снимете его. Снимает техника, вы подъезжаете к этому самого контейнеру, подцепляете его и ставите его в другое место и все. Он стоит там. Есть также пункт про работу с радиоактивными веществами. Ее необходимо проводить в соответствии с приложением Type. То есть тут сразу переносится в отдельное соглашение. Оно звучит как о гарантиях работникам закрытого акционерного общества, работающим в зоне размещения груза, содержащих радиоактивные вещества, в дальнейшем РВ. Какова процедура? Назначается обязательно лицо, ответственное за переработку груза РВ. На территорию организации грузы заводится только при наличии необходимой маркировки и предварительного радиационного контроля. Все работы проводятся в светлое время суток и при соблюдении уровня освещенности не менее 30 люкс. При нахождении грузов на территории ведется постоянный радиационный контроль. Перед началом работы определяются границы зоны радиации. У каждого работника, который в эту зону входит, должен обязательно быть дозиметр. И для учета дозы облучения ведется специальный журнал, куда под подпись как раз ответственного вносится время нахождения работника в зоне, зафиксированный уровень радиации на этот момент в зоне и полученный работником дозой излучения. И далее непосредственно, что происходит со всей этой информацией. Работники, получившие дозу облучения 0,5 БР, не допускаются к работе в зоне в течение следующего года. То есть 0,5 БР – это максимальная доза годового облучения, которую может человек получать. По рекомендации медицинских учреждений также предоставляются путевки в санаторий соответствующего профиля именно по радиоактивному снижению вот этой опасности. Также за работу в этой зоне производится... Как вы думаете, здоровые люди в санаторий могут поступить? Почему нет? Потому что в санаторий в профилакторий могут, а в санаторий нет. В санаторий в врачи только могут вас поместить. А вот поместить вас в дом отдыха, пожалуйста. В дом отдыха берите путевку, отдыхайте, где хотите. А если в санаторий, так скажут, меня обследуют, скажут, Николаевич, вы что, какой санаторий? Вы что, докер? Что перегружали? Этот самый микрофон перегружали? Вот, также за работу в этой зоне производится доплата в размере 60% от тарифной ставки. Хотите получить полдозы и оплату дополнительную? Полдозы и автомат. Либо полдозы, либо автомат. Это уже, да, как это было. Так, так. Вот, и также записано, что при невыполнении вот этих указанных требований работы могут быть приостановлены, но при этом не сказано на какой срок и что в это время будет происходить с радиоактивным грузом. То есть он останется на территории организации, будет продолжать на всех излучать потихонечку. И как эта процедура будет в дальнейшем выглядеть. То есть понятно, что возможность приостановления есть работы, но не очень понятна процедура, что с этим будет происходить дальше. При этом еще есть... К конец только приключенческий доклад сделали. Приключенческий такой, настоящий доклад. Со страхом. Он с ужасами доклад. Каждый работник имеет право отказаться от выполнения любых опасных работ. Мы уже отошли от радиоактивного непосредственно, от выполнения опасных работ без каких-либо необоснованных последствий для него до момента устранения этой опасности. В это время он будет выполнять другие работы по показу своего... Что значит без необоснованных последствий? Обоснованных может? Это тоже вопрос. Как будет определяться обоснованность последствий и кем? В договоре также не указано. Ну как вы думаете, если в договоре не указано, то кем будет определяться? Начальник там. Вот, тот, про которого вы говорили, что у него условий меньше, это у докера столько понаписано. А начальник будет определять в любом варианте, если не указано прямо, а конкретно, что не он. Да. То он. Ну и даже если там какую-то формальную, может быть, придумают вещи, все равно всегда это все обходится. Очень легко, в принципе, особенно когда у тебя есть ресурс гласный в организации. Поэтому формулировка необоснованные последствия, это достаточно странно. Вот, при этом на радиоактивных, химически опасных и фумигированных грузах запрещены сверхурочные работы. То есть в любом случае, ни за доплату, ни как работники не могут привлекаться на сверхурочные, на таких грузах. Также запрещено использовать труд... Фумигированные, это обработанные ядами, ядовительными веществами. Запрещено использовать труд работников, не достигших возраста 21 года. Вот. И здесь вот есть небольшой раздел еще про конкретные несчастные случаи на производстве, то, о чем мы говорили вначале. При каждом несчастном случае необходимо формировать комиссию по расследованию обстоятельств произошедшего и принимать меры для предотвращения подобных случаев впредь. И в частности в эту комиссию обязательно должен входить представитель профсоюза или профкома. Вот. То есть с несчастными случаями вот такая история. Как вы думаете, у нас смертные случаи на производстве происходят в врачи? Да. Техника безопасности действует? Нет. Не идеально, но частично. Ну, то есть она, так надо и понимать, техника безопасности может только уменьшать количество таких случаев. Оно, так сказать, не может и ликвидировать. Вот. Следующий пункт как раз меня немного смущает в плане чего? От того, что мы говорим, что да, люди в сеть работают с техникой, и что вручную никто особо ничего не переваливает, не перекладывает. Но, тем не менее, есть целый пункт, достаточно обширный, где работодатель обязуется своевременно выдавать современную удобную спецодежду, обувь, средства индивидуальной защиты и личной гигиены. В соответствии с приложением 6. Приложение 6 написано на 10 страницах. Оно содержит таблицу, где для каждой должности работника, то есть, например, там механизатор, что-то еще, различные подвиды работ с указанием элементов спецодежды и также указанием срока носки каждого из них в месяцах, либо до износа того или иного элемента одежды. То есть, несмотря на то, что они работают на технике, средства индивидуальной защиты им нужны. То есть, именно этот момент тоже не совсем заметен. Вот. Ну, также по... Они на этой технике работают, вот когда идет дождь, снег, град в это время. А на технике в это время очень даже не здорово работать зимой. Сколько случилось? Не работает один день в году. Новый год? 31-го числа. Вот. Также работодатель обязуется обеспечить душевую подачу холодной и горячей воды в соответствии с санитарными нормами, то есть качество воды. И также работодатель соответственно за регулярную стирку, чистку одежды, в том числе для работы с радиоактивными веществами по тем стандартам, как ее необходимо очистить. Ответственность какая-то прописана, как ответственный работодатель? Какая ответственность от работодателя? Вот если он не сделал, то что? Ничего. Ну, то можно отказаться от выполнения работы. Надо сказать, что... Ответственность какая у работодателя? Это другое. Вы можете отказаться. Работодатель потеряет свои деньги. А? Теряет свои деньги, если у работники не... Ну, можно так считать, да. Вот, мне еще понравился такой пункт, на самом деле. Он просто показывает то, насколько подробно прописано все и насколько хорошо процесс в принципе рабочий анализирован. Есть даже пункт о том, что работодатели обязуются выдавать работникам бесплатно масло, молочные продукты, минеральную воду или пектино-содержащие продукты, которые также прописаны в приложении 7 отдельно для работников, занятых на конкретных работах по талонам. Как я поняла, молоко, кисломолочные продукты, то есть все они несколько снижают также действия химически опасных и радиоактивных веществ на организм. То есть даже этот момент прописан. Также работники обеспечиваются комнатами отдыха с холодильниками, микроволновыми печами и питьевой водой. Прописано, что в помещениях для обогрева необходимо поддерживать температуру не ниже 22 градусов по Цельсию и влажность 40-60%. На работы в холодильных и морозильных помещениях, то есть иногда бывают контейнеры, которые внутри как бы заморожены либо охлаждают для перевозки в некоторых брузах, запрещается допускать докеров в мокрой спецодержке. То есть это должно отслеживаться каждый раз. Также устанавливаются дополнительные перерывы на обогревание по 10 минут при усиленном ветре и пониженной температуре. Конкретные значения усиленного ветра и пониженной температуры также прописываются и для них прописано количество этих перерывов и их условия в отдельном приложении. При критических температурах установить режим чередования смен по 30 минут для каждого работника. Также прописаны критические температуры и условия. Налагают взыскания на должностных лиц виновных в сокрытии производственных травм вплоть до увольнения, то есть это могут быть штрафы и различные другие дисциплинарные взыскания вплоть до увольнения. Также при ликвидации рабочего места вследствие невозможности обеспечения необходимых условий труда работнику предоставляется новое рабочее место, соответствующее его квалификации. Или же если этот вариант невозможен, то работника за счет компании обучают новой профессии, и при этом должен быть сохранен среднемесячный его заработок, который был на предыдущем месте. Также обеспечивается круглосуточная работа медпункта и возможность прохождения регулярных медосмотров для сотрудников. Ежегодно как раз обязуется проводить анализ профзаболеваемости по подразделениям и производить, соответственно, какие-то меры по улучшению или по какой-то компенсации. В случае происшествий, в случае гибели сотрудника или получения инвалидности на производстве, осуществляются единовременные выплаты либо семье погибшего при гибели, либо непосредственно сотруднику при получении инвалидности. В миллион дают? Это зависит от того, какие оклады. Тут какая... Нет, вот если я летел из Египта, упал, самолет разбился, мне дают, мне семье дают миллион. А здесь почему-то дают оклады? Ну, здесь погибшему дадут 16 минимальных окладов, которые действуют на... 16 минимальных там, минимальный оклад, ну, скажем, сколько... 16 тысяч, да? 16 на 16. Ну, это близко к миллиону. То есть, если я вот на самолете летел и упал, то миллион дадут. Шахтерам дают, если вот... Семье шахтера дают миллион, если он... Сколько дают? Как вы думаете? Минемного дают. 1050. Да. И все. Ну вот. Это вот мы можем наблюдать на поверхности, как получается. То есть, то, что, так сказать, где-то вот на глазах у прессы, это тут, так сказать, тут другие суммы. На этом экономия большая, потому что этих разучишь, что их много. При этом при получении инвалидности выплачивается несколько по другой схеме. Здесь уже не минимальные оклады действующей в организации, а непосредственно оклад, который получает работник на момент получения травмы. И так, при присвоении первой группы инвалидности также 16 окладов, второй группы 12, и третий 6. А вы отличаете зарплату и оклад? Да, оклад это то, что непосредственно ежемесячная выплата. А зарплата может состоять из кучи разных домов. Вот у меня сейчас должность не профессора, а профессор-консультант. Вот когда у меня была должность профессора, у меня оклад был 28 тысяч, а зарплата общая вместе с окладом и все остальное 55 тысяч. Разница только большая. А дают вот оклад, пишут оклад, оклад, оклад. Так оклад это третья часть. Да. А что у нас, скажем, у профессоров? Оклад 28 тысяч. Так, теперь дальше. ОЦО. Знаете, что такое? Не знаете. Особо ценный объект. Университет. Вот других этого нет. Ну, в МГУ это есть. Нет. А ОЦО это половина этого. Значит, половина оклада. 14 тысяч добавляется. Так, теперь дальше. Звание, так, степень есть в учетах. Доктор наук, тысяча рублей. ОЦО от доктора наук, 500 рублей. Так, так, должность профессор, тысяча рублей. ОЦО, 500 рублей. А еще звание же есть профессор. Звание профессор, тысяча рублей. ОЦО, 500 рублей. Итого 55 тысяч, ну, 55-600. А оклад, если вы спросите, какой у вас оклад? 28. Видите разницу? Поэтому это вот, когда говорят, что человек получал большую зарплату, попал, и тогда ему начинают окладами платить. А вовсе не, так сказать, с той суммой, которую он располагал. Это да, но, тем не менее, это получается больше, чем все равно то, что семье погибшего выплачивают. То есть здесь именно вот в этом вопросе. Конечно, конечно. Но при этом есть еще одно условие, что если эта травма или гибель происходит в результате опьянения сотрудника или угона транспортного средства, или же совершения хищения, то сотруднику эта компенсация не выплачивается, а семье выплачивается на 50% меньше. И также работодатель обязуется в первоочередном порядке принимать на работу инвалидов из-за трудовой травмы, которая получилась непосредственно в производстве, и восстановивших трудоспособность при наличии вакансии и с соблюдением рекомендаций медиков. Вот. И также последним пунктом в четвертом квартале текущего года, то есть это, наверное, 2008-2010, обязуется рассмотреть вопрос о страховании жизни и здоровья работников. То есть на данный момент заключения этого непосредственного договора этот вопрос не рассмотрен еще. Вот. Ну, то есть на этом заканчивается пункт, который я рассматривала. И в целом, на мой взгляд, договор достаточно подробный, хорошо прописывает очень многие процедуры, и с большей части сторон хорошо обеспечивает права работников. Вот. Но, как мы видим, есть небольшие или большие изъяны, которые также необходимо рассматривать. Но хотелось бы также понять, как эти соглашения реализуются на практике, насколько часто происходит действительно, ну, действительно ли проводятся все необходимые, да, регламентом прописанные процедуры. Бывает ли такое, что действительно останавливают производственный процесс, если что-то не соблюдается, то есть насколько сильно притворяется в жизни. Потому что под этому договору звучит все достаточно неплохо, и как будто сотрудники очень хорошо защищены. Но почему-то, мне кажется, что в реальности не всегда соблюдается. Вот я могу подтвердить, поскольку я был консультантом, являюсь консультантом правкома докеров, вот этого АО, первый контейнер-терминал, что эти все нормы записаны в коллективном договоре, все соблюдаются. Но почему они соблюдаются? Потому что докеры демонстрировали не раз. Если они не будут соблюдаться, будет табастовка. Если не будет формальной забастовки, то будет работа по правилам, замедленная работа. Сначала одна бригада, потом вторая, и так целый месяц будет все колбасить. Поэтому администрация прекрасно знает, что это не ограничится беседой в узком кругу и перепалкой. Это сразу приведет к определенным действиям. То есть что является гарантией? Не просто то, что подписали. Это означает, что то, что подписали, обязаны выполнять. А гарантия обеспечивает выступление самих работников. Потому что не будет выступлений, значит, этого ничего не будет. Поэтому на самом деле это все выполняется. Но при этом надо понимать, что если у вас жизнь застрахована, значит, вы не умрете, что ли? Нет. Вот если моя жизнь застрахована, что это значит? Что я не умру? Нет, это значит, что если я умру, мои родственники получат деньги. Вот больше ничего это не означает. Я думаю, что сначала застрахована жизнь. Вот вы не застрахованы, а я застрахованный. Я не умру, а вы умрете. Нет. Я точно так же умру. Умрем в любом случае все. Вот беда. Ну и помимо всего прочего... А так будете еще мало того, что умрете, и всю жизнь будете сдавать страховые взносы в страховую компанию. Страховая компания, ваша жизнь застрахована. Умрет из вас один, а платить будут все. Из нас вот я умру, а платить вы будете все. Вы рады этому, что вы не умерли? Ну, радуетесь. А страховая компания радуется, что она от вас денежки получила. Хорошо же? Не за страх, а за совесть. Так. Ну и такой у меня скорее вопрос к слушателям, к вам тоже. Я так понимаю, что российский профсоюз докеров – это достаточно такая сильная организация, которая смогла и путем забастовок, путем переговоров, и заключения коллективного договора обеспечить свои права. Мне интересно, насколько это в принципе распространено, насколько реально сейчас для других профсоюзов заключение подобных договоров. Значит, еще более выгодный для работников договор заключен Федеральным профсоюзом авиадиспетчеров. Вот вы можете зайти на сайт Фонда Робочей Академии, Московское отделение, там есть интервью с президентом Федерального профсоюза авиадиспетчеров Ковалевым, он рассказывает, какой борьбой и какие льготы получены авиадиспетчерами. У них и отпуск дополнительный, значительный, по-моему, на 20 дней больше, чем тот был, который официально установлен. Вот. У них, кстати, заработная плата около стоимости рабочей силы, что мы рассматривали в прошлый раз, и выше. Два. Вот. У них, кроме того, есть возможность отдохнуть с семьей. Так сказать, отправляются бесплатно в любую точку мира, возвращаются из любой точки мира, из любого места. Не из того места, куда вы пришли. Там вы не хотите путешествовать, а потом, когда вы скажете, вас доставят обратно на самолете. Вот. Но это все добыто даже более сильной борьбой, чем у докеров. Как я представляю, что в большинстве компаний даже просто там вне очереди работы и так далее, таких... Потом вы говорите ваши права. Права записаны в коллективном договоре. Пока нет этого коллективного договора. Прав этих нет. Причем эти права какие? Они как бы такие временные. Почему? Потому что договор на три года. Действует. Может быть продлен. Но и никто не гарантирует, что он будет продлен. Поэтому как докеры обеспечивают продление договора? Они приготовляют такой проект, в котором все гораздо круче, чем было в том договоре, который есть. И говорят, ну что, продлеваем или будем ждать, будете смотреть, как мы будем поставать? Нет, мы уже смотрели, давайте подписываем. Но это вот шесть лет. Но через шесть лет этого нет права. Вот все эти права, все кончаются. То есть, если вы вдруг шесть, шестой год кончается, а вы только собрались сделать проект коллективного договора, все, вы попадете в яму в отношении всех вот этих параметров, или вот все, что все это написано, так много, все это уйдет. Ничего это не останется. Останется только то, что написано в Трудовом кодексе. И все. И больше ничего. И в каких-то отраслевых документах, которые издает работодатель, уже, можно сказать, общероссийский. Поэтому, когда нужно написать проект коллективного договора? То есть, когда нужно выставить требования, ну такие комплексные, вот это комплексные требования, правильно, коллективный договор? Ну, где-то, по крайней мере, за год. А лучше за полтора. Да, до окончания коллективного договора. Чтобы за этот год провести все необходимые процедуры, а процедуры имеются в виду не переговоры, переговариваться можно бесконечно, и с вами будут с удовольствием сидеть и переговариваться. А вот все те меры принять, которые принимаются для того, чтобы работодатель согласился подписать. А это значит, что он должен выложить ту часть прибыли, которую он уже решил, что он ее затратит на острова. А тут, оказывается, надо затратить на условия жизни работников. Поэтому это вот такая большая проблема, но докеры это делают систематически. Для них вопрос, ну как на Западе, самая забастовка, все время бастует. А у нас, ну как раньше считали, что партии и правительство думают о вас, заботятся о вас в советское время. А сейчас кто о вас думает? Думает, как у вас забрать деньги. Вот думает сейчас вот. Почему вы такой стипендий получаете и еще живете? Сколько у вас доходов есть? Если у вас есть такие доходы, что вы не умираете при такой стипендии, не надо вам платить стипендию. Проживете без стипендий. Правильно я рассуждаю? Логично, да? Один товарищ мне звонил из Москвы, аспирант. Ну, видимо, он смотрит тоже все эти по конфликтам вопросы. Говорит, а мы тут решили начать бороться за повышение стипендий. Я говорю, хорошо. Вот мы, говорит, майки будем надевать, написано, хочу кушать и ходить. Это же не запрещено ходить в майках. Конечно, нет. Вот вы придете сюда, все сидите в майке, хочу кушать. Все, если заглянут сюда, что у вас происходит? Ну, занятие по конфликтологии. Все. А что вы, вот, был такой конгресс конфликтологический, упустили такую возможность? Какую? Вот, походить в этих майках. А чего это какие-то оранжевые? Чего это оранжевая опасность? Это же Украина. Бандеровцы. Конечно. Бандеровцы. Мне кажется, Андрей бы пришел... Я тоже ходил с оранжевой этой штучкой. Хочу за счет. Ну, хочу за счет, это... Ну, как-то это... Это у молодого человека. Ну, это и... А вот хочу кушать, это сильно, правда? За счетом можно жить в зирене. Да. Ну, это как-то смотреть. Ну, вы не знаете, наверное, а вот, товарищи, когда у нас менялись, там, сейчас у нас другая фирма, уже третья здесь вот, которую я знаю, а была вот... Первая фирма хорошо кормила, и был, хоть, комплексный обед, там, 100 рублей. Пришли новые, у них 20-250. Ну, и наши проглотили экономисты, поскольку они экономисты и философы, философские посмотрели на это дело. А филологи подняли бучу, написали письмо ректору, подписали все, и сделали уже всем в университете комплексный обед за 100 рублей. Это какого? А, это было вот уже, наверное, лет 8 назад. А постепенно река времени это смыло снова, потому что так же, как и коллективный договор, за 6 лет смывает, так и здесь. То есть, если вы хотите поддерживать... Ну, а студенты же одни приходят, другие уходят, тут вот такой передачи не происходит. Здесь такой... И прочной профсоюзной организации тоже обычно не бывает, потому что, ну, вот сегодня он есть, а завтра он, ну, все, его нет. Пришли новые люди. Новые люди пришли, и вроде как этой проблемы не существует. А проблемы есть на самом деле, это же не нормально. Нет, ну, приятно, что студенты все стройные, конечно, это очень хорошо. Но тут надо тоже подумать об опасности для здоровья. Так, еще у вас что в программе? У меня все. Все. Ну, по-моему, это замечательный доклад. Вот я честно признаюсь вам, что я сегодня планировал, что если у нас не будет доклада, я собирался рассматривать тему условия труда. Так что вы вот прямо попали в точку. Потому что зарплата зарплаты, но за что мы такую зарплату получаем? Как узнать, это большая зарплата или маленькая? Если это вот тут и радиоактивные грузы, и фумигированные, то есть протравленные ядовитыми газами. И тут запаленность, и загазованность, и тут могут быть травмы, и тут в холод и в мороз. Причем мало что в мороз. Летом они работают в морозильной камере. Ну, потому что там эти грузы пищевые, которые заморожены, перегружаются. Вы, значит, как бы на северном поле работаете. Хотя и в порту. Ну, можете считать, что в Антарктиде, как пингвины. Вот какая штука. Поэтому куда же туда соваться в мокром, если в мокром туда совместить? И докеры хорошо знают, что если вы в локчатобумажном пойдете или в брезент, все, вы заболеете точно. А если вы шерстяную одежду садили и намокнете, то вы еще переживете. Так что это вот такая очень реальная проблема. И наоборот. Некоторые докеры, вот я вот летом иду по порту вместе с председателем правкома, товарищем саржером. Один выходит, такие красные у него, красное лицо, красные глаза, спустился со своего этого перегружателя. Докер. Ну, говорит, жарание, 40 градусов у меня в Кагине. А я говорю, а вы тут делаете перерыв? Нет. А что, говорю, не делаете? У вас написано в коллективном договоре. Ну, кто будет делать? Ну, вы не будете делать? Ну, не делаете. Вам написано. А вы почему не делаете? Почитайте коллективный договор сами. Дело он делали для рабочих, делали для товарищей докеров, а он, значит, он, видите ли, не знает, и он не использует. Он там умирает. А зачем умираешь? Подойди, выйди оттуда, 15 минут, в соответствии с тем, что написано. Перерыв. Каждый час там 10-15, зависит от температуры. Перерыв. То же самое, если они, скажем, температура низкая, они поднимаются, работают потом раз, на обогрев. Каждый, каждый час, столько-то минут обогрев. А если вы замерзнете один раз, ну и все это кончится просто болезнью и обморожением. Так, очень хорошо. Какие у вас вопросы будут, товарищи? У нас был бы вопрос, но у нас просто еще один доклад, и хотелось бы, чтобы второй докладчик тоже был. Понял, у вас конкуренция, понял. Ну, я ничего не могу делать. Спасибо большое. Очень хорошо. Докладчику можно было бы не давать, а докладчику уже нельзя. Итак, меня зовут Захарова Анастасия Антоновна, и я изучала коллективный договор акционерного общества «Первый контейнерный терминал» на 2017-2020 год. Когда я изучала этот договор, я руководствовалась тем, что я его прочитаю полностью и заострю внимание на тех моментах, которые каким-либо образом, ну, которые привлекли в мое внимание, и, соответственно, эти моменты делились на положительные, нейтральные, какие-то негативные. Вот учитесь выступать. Вот так надо выступать. Меня тоже так учили, говорит, Михаил Васильевич, вы говорите неубедительно, надо говорить убедительно. Ба-бо-бу-бэ-би-бы. Это убедительно. Вот очень вы убедительно говорите, потому что некоторые, даже если они не поймут суть и доказательство, все равно почувствуешь, что это фундаментальный доклад обоснованно. Чувствуете, да? Продолжайся. И таким образом, когда я прочитала коллективный договор, у меня сложилось двойственное впечатление по поводу него. То, что сам коллективный договор существует, это я отнесла к тому, что это хорошо, потому что люди, в принципе, готовы переговариваться, в принципе, готовы идти на переговоры и решать какие-то... Почему идти на переговоры? Уже закончены переговоры давно. Ну, в смысле, что они и пошли на переговоры, значит, они и в будущем, наверное, у них есть потенциал к последующему. на переговоры ходят где угодно, а заключают договора только в некоторых, немногих предприятиях. Ну, вот у них это получилось, это меня порадовало. Так, это получилось от того, что они умеют говорить или получилось, потому что они умеют действовать? И то, и другое. Да, ничего не так. Если бы они не умели говорить, они бы не могли выразить. Ну, таких людей, которые умеют говорить, всегда можно одного человека посадить. ОРОДИН. Согласны? Ну, что, вы берете сект, он в электронной форме, берете любое предприятие, выгидывает это АОМ, ОРПОРТ, СПБ, да, и ставите там другое. Вместо докеров пишут, там же и так написано, работники, работодатель, там же нету вот именно докера, докера, докера там, где конкретное приложение. И написали вы, делайте проект. Вот вы для любой организации на основании или на базе того, что вы изучали, в состоянии сделать проект колеси, такого состояния. А сидеть на переговорах, я, например, если еще кофе буду давать, в состоянии сидеть, в состоянии сидеть, пить со мной кофе и переговаривать. Вот все, мы будем переговаривать. То есть переговоры, это ничего в этих переговорах такого нету, потому что я ему одно, а он мне другого, я свое отставил, он свое отставил. Потом прозвенел звонок, мы ушли. Все же ограничены. Потом через неделю опять встречаемся, опять сидим. Особенно если вот меня освободили от работы с оплатой по среднему. Это же хорошо. У меня уже, мне уже пошел в коллективный договор. Я уже сижу. Я уже не работаю докером, не работаю нигде, на технике. Я не подвергаюсь воздействию ни радиоактивности, ни высоких, ни низких температур. Сижу, сижу, зарплата идет, кофе пьем. Так что вот не пересаливайте с переговорами. Переговоры, это такой момент. Ясно. Но тем не менее, есть результат этих переговоров. Нет, то, что есть, это не результат переговоров, а результат коллективных действий. Докеры однозначно говорят, результат коллективных действий, которые предприняли докеры, потому что если вы что-то от меня требуете, я говорю, как вы собираетесь это потребовать? Вот что, громким голосом просто от меня? Ну потребуйте от меня. Ну хоть 100 рублей от меня потребуйте. Поэтому я с вами согласна. Ну 100 рублей попробуйте, а требуйте от меня 100 рублей. Ну требуйте. Мне не нужно от вас 100 рублей. Вот. Да от вас мне даже и 5 рублей не нужно. Это хорошо. Вот вы сформулировали. Мне нравится этот подход. То есть это гордый ответ. Тогда мне сразу захотелось 1000 отдать, а вы и 1000 не возьмете вообще. Вот так. Ну вот, а вот если меня никто отсюда не выпустит, смотрите сколько вас тут сидит, пока я не отдам вам 100 рублей. Вот это коллективные действия. Так, причем вы ничего не будете, у вас же много здесь, вы ничего не будете, никто меня трогает не будет. Так встали, так в горьбой. И никто не уходит. А мне нельзя трогать студента, мне запрещено. Это я вам зачет могу не поставить. А когда это будет, этот зачет? Вы можете меня и не выпустите, пока не будет зачет. Поэтому, вот коллективные действия, вот что важно. А они были. Это как бы за рамками. В самом коллективном договоре это не написано. Просто надо понимать, что хороший коллективный, ну вот хороший коллективный договор, мы с вами заключаем договор, я работодатель, вы хотите, чтобы я из прибыли такую сумму вам отдал? Вот так вот просто, просто потому, что вы бы на меня посмотрели и хорошие слова сказали. Ну, вы наивный человек. А вы говорите, ну, Николаевич, тогда вот мы сейчас все встаем и так, я говорю, идите на работу. Ой, нога, рука болит, то есть все, пятое, десятое, зарплаты нет. И все. И что я делать буду? И что? Я руководитель, пока все работают. А если никто не работает, какой я руководитель? Кто руководит предприятием и решает вопрос, работать, не работать, во время забастовки? Заботники. Да, забастовочные, не просто работники, а забастовочный комитет. И он меняет эту форму забастовки, может, каждые три дня. Вот три дня прошло, он за три дня уведомил, так, мы два часа не работали в сутки, в смену, теперь будем четыре не работать. И это просто вы информируете меня и больше ничего, я ничего не могу сделать. Вот он говорит, ладно, вы пошли нам на встречу, один день будем не работать. Один час будем не работать. Как бы у меня поощрили, и кто? Вот, скажем, пришел к рабу, ведь туда бегут ко мне, если я генеральный директор, вот, разгрузите нас, я говорю, вы знаете, у нас забастовка. И что? Я говорю, вот, идите к нему, они решат, если решат разгрузить, то раз выгрузят, а если не решат, во время забастовки, кто решает-то? Вот в чем дело, вот это надо понять, потому что не пересаливайте вопрос с переговорами, потому что у нас вот разговаривать, вот мы, наш брат-интеллигент, он что делает? Он постоянно разговаривает. Вот скажем, моя работа в чем-то, в постоянных, бесконечных разговорах. Если у них еще бы содержание было, так это, не было бы ценой, этим разговорам. Но и даже это не надо пересаливать. Но все-таки действий тут нет. А вот воздействовать на работодателя разговорами несерьезно. А у него, если он сидит, смотрите, главный экономист, он целыми днями там сидит, он что, думаете, не поговорит? Поговорит. Есть директор по режиму, есть главный, есть юрист, который тоже, дипломированный, тоже может говорить. И он еще может нагнать целую толпу начальников, которые будут с вами разговаривать. И когда будет уважительно, только вы ничего не добьетесь. То есть весь смысл, так сказать, борьбы за коллективный договор, совершение коллективный, который мог быть разным. Формальный забастовок, неформальный, работа по правилам. По правилам это что значит? Вы обязаны, в студенте написано, что вы должны делать тот доклад. Нигде. Нигде не написано. Скажут, Илья Михайлович, не буду я делать доклад. И ушли. И что я сделаю? А ничего? Ничего не сделаю. Работа по правилам. Вы пришли, и сидите. Что, обязаны выступать? Где такое написано? Тоже не написано. А в учебной программе не написано? Нет. Нигде не написано. Это вы мне одолжение делаете. Так, из уважения просто. Это тоже интересно. Надо анализировать, что можно. А мы можем с вами всю жизнь встречаться, как встретимся. Мы же потом лет через 5-10 встретимся. Помните, мы с вами, вы делали доклад, а я вам мешал. Помните? Говорят, да, вы мне здорово, мешали. Но все равно я его сделал. Вот у нас будет приятно вспомнить. то есть не будем это переоценивать. Значит, добыт этот коллективный договор коллективными действиями. Так. Они за рамками, их не видно. Это да. Да. Но вопрос, я согласна с Полиной, которую она поднимала, что правда ли все пункты выполняются. То есть хорошо, что договор составили, но смутные ощущения у меня по поводу того, что прям все пункты... Докладываю. Я присутствовал на таком мероприятии, как конференция трудового коллектива, на которую приглашен генеральный директор, и он отчитывается о выполнении коллективного договора. Вот я при этом присутствовал. Я его просто задавал тоже. То есть вот такое мероприятие профсоюз придумал, хорошее, да? Приходит генеральный директор и рассказывает это. А вы спрашиваете, а почему это этого не сделали? Ну и так намекает, что если это... Он говорит, да это мы исправим, то все, иначе он понимает. А что он понимает? Он понимает, что это... Если он не обещает это исправить в конкретные сроки, это грозит опять коллективными действиями. Действия очень простые. Скажем, вот, вот скажем, большая бригада или большой там комплекс, там работает может быть 200 человек. Ну и по 50 это вот 4 крупных таких бригады. Вот сначала первые 50 человек медленно-медленно работают. Нет такого вот, что медленно, быстро надо работать. работают. Работают, сколько могут, устали, жизнь тяжелая, медленно работают. Остальные работают нормально, но результата нету, потому что результат должен от сложения всей четверки. Потом вторая должна, потом третья, потом четыре. и так месяц. Месяц это не работа. То есть нету результата производственного и нету прибыли соответствующей. Ну а потом вроде как вы заплатили, все поправили, все заработало, все хорошо. Нормально. Ну, скажем, на красном сформе у меня один товарищ говорил так, что если вы будете давать мне разбавленную зарплату, я буду давать вам разбавленную работу. Все понятно тут. Что тут? Ничего тут грубого нет? Все совершенно понятно. Перевеливаясь плавное оружие работников. А? Ну продолжайте. Когда я начала читать коллективный договор, изучать его, мне с самого начала бросились в глаза слова, которые относились в обведении к обязанностям и к словам, которые относились к обязанностям работодателя. Слова, описывающие обязанности работника, это стандартные слова принуждения были. То есть он обязан выполнять, соблюдать, содержать и так далее. А вот начало предложений, где описываются обязанности работодателя, они были более смягченными. В случаях предусмотренных, при принятии локальных нормативных актов и так далее. То есть не было таких четких слов, что обязан делать работодатель. А дальше по пункту смотри. Надо, чтобы человек проглотил, надо же смазать горло. Вот. Но потом в, по-моему, первом приложении, когда уже более подробно описывались права и обязанности работника и работодателя, там уже были слова в повелительном наклонении. Далее, если продолжать говорить о словах, то мне очень захотелось придраться к одному пункту 2.1.6, в котором говорится, что работодатель обязуется беспрепятственно принимать от работника письменные обращения, предложения, просьбы, заявления, жалобы и другие, рассматривать их в соответствующие сроки и давать обоснованные ответы. У меня сложилось впечатление от этого пункта, что работодатель обязан принять заявление, как-то его прочитать в своей голове, переработать и дать, грубо говоря, формального ответа будет достаточно. То есть, если, например, это жалоба от работника работодателю, то он может искать ему какие-то формальные причины, но он сам конфликт... Вот смотрите, а вы, наверное, в не курсе дела, а у нас вот обязан от вас, вот если я ваш работодатель обязан от вас принимать устные или письменные жалобы, с вами разговаривать я обязан. Так, вы сейчас ко мне обращаетесь в какое время, в рабочее или свободное? В рабочее. В рабочее? И дети работайте, в рабочее время надо работать. Так, а в свободное я уже уйду, потому что вы будете работать позже, чем я уйду. Вот и все. То есть, если вы гражданка вот сейчас России, вы можете написать президенту, и вам пришлют ответ. Ну, не сам Владимир Владимирович напишет, может вам-то и сам напишет, но обычно попадает в соответствующий отдел по работе с гражданами, они смотрят по такую тему, если это по УЗам, отправят в Министерство науки и образования. Они, и вам, руководитель департамента, ответит, и письмо будет вам в конверте написано президентское, и вот почта вас будет теперь уважать, потому что вам приходят президентские письма, страшное дело. А вот если вы на работе, вам вообще никто не обязан, не только слушать вас никто не обязан, это вот они записали то, что превращает и людей на работе в людей, которые как граждане и на работе могут что-то сказать вначале, и тот обязан выслушать хотя бы, и это уже очень много, он выслушать может, и можно сказать, что вот если он выслушает, в противном случае у нас будет как-то тут все плохо с работой, то есть если он выслушает, уже будет хорошо. Так что это вот нельзя, недооценить, потому что на самом деле основная масса, основная часть жизни проходит на работе, а на работе люди ничего никому сказать не могут, им не обязаны не только отвечать, и слушать вас не обязаны, вот чем беда. А у меня есть секретарша, зачем секретарша нужна? вы придете, Михаил Васильевич занят, Михаил Васильевич говорит по телефону, Михаил Васильевич вызвали в главку, и так далее. Михаил Васильевич работает с документами, Михаил Васильевич ушел домой, вернее уехал на автомобиле, у вас есть автомобиль? Есть, у вас есть, а если нету, садитесь на трамвай, то уже поезжайте домой. Так, пожалуйста, поздравить. Следующий момент, который бросился в глаза, это то, что по коллективному договору складываются более близкие отношения между правкомом и работодателем, чем между правкомом и работником, докерами. Часто и много прописывалось, что работодатель обязан такие-то вещи обсудить сначала с правкомом, такие-то решения выносить с согласием мнения правкома, это обсуждать, это обсуждать с правкомом. Конечно, прописано, что и работник может взаимодействовать с правкомом, но не в таком количестве, как работодатель. Еще бросились в глаза пункты, Описание которых мне показалось смешным и грустным одновременно, даже, наверное, печальным, потому что я считаю, что такие пункты относятся к каким-то базовым вещам в плане здоровья, безопасности, прав рабочих. И грустно то, что их приходится прописывать, чтобы они выполнялись и как-то… А не прописывать и не будет. Ну, да, что в принципе они не выполняются. Ну, вот я приведу пример к таким вещам, я отнесла отсутствие привлечения работника к материальной ответственности за ущерб, нанесение которого он не виноват. Потом своевременное обеспечение работника необходимой спецодежды, именно слово «своевременное», то, что это приходится прописывать, грустно. А потом время на то, чтобы согреться при работе на морозе в минус 30 или, наоборот, в плюс 30, чтобы охладиться. А вот как вы думаете, работнику грустно от этого, что прописано, он берет и говорит, вы нарушили вот такой-то пункт договора, я останавливаю работу. Нет, ему не грустно, я имею в виду в общем и целом, что такие вещи… А в общем и целом именно профсоюзные организации знают, что это сплошь и рядом нарушается, поэтому это надо прописать. Потому что, вы знаете, что за треть работников не платят от наших работодателей ничего государству. То есть ни пенсионный фонд, ни медицинского страхования, ничего. Их как бы нету. А раз их нету, у них… Вот наступит время пенсии, а у них какой стаж? А никакого. А раз никакого, и как? А на работу их никто не возьмет. В 65 лет как сейчас пенсия с 65? Никто не возьмет. И все, они, так сказать, умрут от головы. Вот и все дела. Не будет пенсии. А пенсия как получается? Только потому, что сдаются пенсионные взносы, и это все фиксируется в пенсионном фонде, и это, так сказать, дает основания для выплаты пенсии. Так что это вот очень серьезное дело. Ну, я продолжу этот перечень. Наличие туалетной бумаги и мыла в уборных, отсутствие тяжелой погрузочной работы для беременных женщин, запрет на сверхурочные работы с радиоактивными, химическими, опасными грузами и так далее. Ну, как я уже сказала, это само собой разумеющееся, поэтому… А вы знаете, что вот какие были события, когда шахтеры выходили, там и касками стучали у Белого дома? Наверное, это вы не видели, но слышали про это, да? А в чем у них проблема была? С чего начались эти забастовки? А потому что не было крепи, без которой обрушится кроля, но их погубят всех. Так, не подвозили, это что такие? Это вот такие вот бревна, которые надо подставлять, чтобы вот этот потолок не упал. И второе, это мыла не было, не было моющих, они же выходят черные, как негры. И нету мыла даже, в хозяйстве она нет мыла. То есть это вызвало особое возмущение. Я был на Укунецке вместе еще с профессором Золотом, встречался с ними, а к ним никто даже и не подходил. И с ними разговаривал. Но нас предупредили, вы там не выдумайте подходить к микрофону, идите так потихонечку, аккуратно разговаривать. И мы с ним разговаривали пять часов. И только через пять часов у нас пошел такой хороший разговор. Уже душевный, а так вот так. То есть людей довели до белого коленя. Но если полтора года не платили зарплату, вы в курсе дела? В 90-х годах полтора года не платится зарплата. Вот скажем, у нас есть Петровская коса, а на ней есть завод кораблестроительный, Алмаз. Вот не платят людям полтора года, потом приходят люди с деньгами и говорят, слушай, зачем тебе эти вот, у тебя есть то, что вам выдавали, приватизационные чеки есть? Есть. Давай чеки, я тебе деньги живые дам. Хотите? А он ему кушать надо, дети не будут. Раз-раз собрали мешок этих чеков и купили, получили завод. А раз зарплату не платили, все отдавали эти чеки. Поэтому это было вроде всеобщее распределение, всем как бы дали часть общественного состояния, быстренько оказались в руках немногих. Так что это очень такая штука сложная. То есть получается, что самые простые вещи не затратишь. Но какие самые простые? Чтобы вам дышать можно было, и чтобы есть можно было. А если у вас это не обеспечено, то что за работа? И чтобы вы не умерли на работе, чтобы вы не заболели на работе. Это в первую очередь. Поэтому сегодня мы не случайно вот эти вопросы рассматриваем. Но эта зарплата никому не будет нужна, если вы будете болеть. И если тем более будете умирать. Или если у вас, как не будет, ноги или руки. Ну, в чем беда. Далее отдельное место в коллективном договоре занимает время. То есть указание времени, потраченного на работу, на отдых, на промежуточный отдых, на переговоры, дачу ответа на заявления и так далее. Я прекрасно понимаю, что организация работы по времени – это очень важно. Важно, чтобы никто не опаздывал на свою работу, чтобы сроки какие-то соблюдались. Но где-то в некоторых пунктах рассчитаны чуть ли не до секунд промежутки на отдых. А потому что, если не рассчитанное будет до секунд, не дадут. Не дадут, накажут вас. Вот скажут, ага, вы остановили, все, выговор. Лишение премии, а премия большая. Без премии зарплата маленькая. Ну, например… На основании вы остановили работу, вот сейчас я вас остановил. А вы-то на каком основании останавливаете свой доклад? И все, и вы ничего не скажете. А если у вас… Как? У нас написано в коллективном договоре, могу делать остановку по причине того, что мне задают вопрос. У вас написано это? Не написано. Все. Ну, я про то, что, к примеру, в тяжелых погодных условиях, там при очень большой или при очень низкой температуре, указан, например, отдых 34 минуты или 44. Мне кажется, было бы логичнее, эффективнее написать там не 34, а хотя бы 35 или 40 минут, и там не 44, а 45 или опять же 50. Это вы хотите у меня, я работодатель, прибыль забрать? Ну, какой вы… Это вы мои денежки посчитали. Это мои деньги, вы что? У вас же этих докеров, как комаров, их 600 человек. И каждый, кто меня по 2 минуты украдет, это вы меня разворуете весь порт. Я понимаю, что это было рассчитано, но при этом, мне кажется, если бы у людей в голове были четкие числа, ровные, там 35-40 минут, они бы к этому были серьезные ответы. Они должны быть записаны. Любые цифры, но записанные. Если они никакие не записаны, отдыхайте, ни в чем себе не отказывайте, особенно на свою стипендию. Ну, в общем, вот, просто обратила на это внимание. Далее, тоже говоря про время, был пункт 3.3.21, говорящий, что при несчастных случаях необходимо организовывать комиссию для того, чтобы предотвращать подобные происшествия в будущем, и чтобы, в принципе, разобраться, что случилось. И что интересно, сроков для созыва такой комиссии не указано. Хотя точно в этом же пункте указано, в какой день, определенное количество дней, которое дается для выдачи пострадавшему документа расследования этого несчастного случая. Сроки организации комиссии определяются в других документах. Это не в коллективном договоре. Это обязаны делать по нормам уже на Дельцинском, если есть по закону об охране труда на производстве. Поэтому в соответствии с этим законом устанавливаются эти сроки очень короткие. А у вас вы не допустили, представителя профсоюза? Оказалось, что это она сама себя оторвала ногу. А раз она сама оторвала, за что могу ей платить? Ну, помочь можем финансово, и так немножко, и все. В общем, большое внимание уделяется временем договора. Да, это хорошо. Далее, приложение 9 – это смета расходов на работников. Я понимаю, что работодатель не должен с ног до головы обслаблять рабочих золотом, но суммы, описанные там, оказались смешными. Например, 350 рублей на протезирование зубов, 105 рублей на оплату дополнительного выходного для матери-одиночки или 514 рублей при получении профессионального заболевания. То есть мы понимаем, что эти суммы просто ни на что не платят. А что вы понимаете? А вот я, например, был в Москве, и мне однажды вырвали 11 зубов. Умножаем, 11 на 350, сколько получаем? Как вы думаете, у людей начинают лететь зубы? Это тоже от условий труда. Поэтому, если бы это один зуб у него, это бы ничего. А во-вторых, дескать, это у вас вырабатывает. Ну, чего вы там за какой-то зуб, там, 1-350 рублей, давайте мне будем платить? А он говорит, почему мы мучаемся? Давайте 500. Вы на переговорах будете, на какой стороне были? 500 платить, 1000 платить за зуб или нисколько не платить? Вы определите свою позицию. 500 тысяч. Вот так, 500 тысяч, это правильно. Так, а это вы можете в проекте написать, а вы имеете дело с чем? С заключенным договором. А заключенный договор что означает? Компромисс. Вообще, подождите, разумнее было бы просто промониторить цены на конкретные услуги? Да можете сколько угодно мониторить. Это договор, это нормативный акт, он заключается двумя сторонами. Вот одна сторона говорит, нулю вам давать, а другая сторона говорит, тысячу. Вот мы с вами сидим, а из-за того, что вы нажали, пришлось написать 350. А так бы нисколько не было. Из-за того, что вы нажали, коллективные действия провели. Поэтому вот это надо понимать. Мы не текст рассматриваем. Текст – это ерунда. Текст я могу написать в любой проект. И вы можете написать, вам запрещают писать проект коллективного договора любого предприятия? Пожалуйста, напишите. Пусть они потом с этим проектом попытаются чего-нибудь добиться. А вот то, что получилось, вот и получается, что вырвать его работодателя, тот будет сражаться за копейки. Причем он сам работает. Работодатель – это организация. Будьте здесь главной экономистой доказать, денег нет. Слезами будут прямо, так сказать, обливаться, что денег нет у организации. Спрашивают, а сколько у вас денег? Военная тайна. Все знаем, что денег у них в море. А они будут доказывать, что у них денег нет. То есть это вот большая проблема. И это как раз говорит о скопидомстве, так сказать, нынешнего работодателя. 354, вы не позорились, дай 400 рублей. На переговорах вы бы сказали ему, правильно? А вы кому говорите сейчас? Вот скажите про работодателя. Что же вы не дали докторам? 400, 500 рублей. Я бы дала, если была бы представителем работодателя. А я бы, если был вашим руководителем, я бы вас уволил. Ну так или не так происходит? Ну да. Вот и все. А вы думаете, когда будете на переговорах? Сейчас вы не на переговорах, сейчас вы на разговорах. А когда будете на переговорах, вы думаете, я вас послал, а вы что там все нас давали этим самым торглодитам? Я для чего вас и нанимал? Кто такой юрист? Что такое юрист-работодатель? Объясните мне. Озущает права руководителя. Вот. А что он означает права? То есть он показывает, что все по закону. Что именно все правильно делает руководитель. Да я понимаю, но просто грустно видеть такие суммы. Почему грустно? Вы хотите узнать на самом деле, какая жизнь? Это грустно вам, если вы? Вы узнаете правду жизни. Да. Вот сейчас никто вас не грустит. Сегодня уже выяснилось, что мы оказывается не вечны. Но никто особенно так не загрузил. Особенно вы по сравнению. У нас поскольку это большая разница в бодрости. Поэтому у вас эта перспектива так сказать. Как вы нам говорили на первом курсе, что вы уже пожили, а мы еще нет. Да. А я уже пожилой, я уже пожилой, а вы неизвестно, поживете, доживете или нет. Может у вас будут какие-то грузы там непонятные, редактивные вещества, коммунисты. Война, террор. Черт его знает, что. И вы с голоду главным умрете. Вот что одетесь. Это не так просто, как вам кажется, поверьте. Да, я чувствую. Вы, наверное, уже идите в вербу весной. В вербу весной идите, поэтому никак не можете умереть. Я не знаю, как прожить на нашу такую стипендию. С родителей едет, третять их. Ну, откуда вы? Как вы помните? Это научная же, это такая проблема научная. Как вот человек, это такой опыт, эксперимент проводится в России. Как человек, получающий в месяц 1480 рублей, проживет. С тиму того, что нужно жить, значит ты идешь на работу. И учишься. Ну, это вот вы напишите какой-нибудь тиму. Я вам опубликую вашу штуку. Обязательно. Вот на этом же канале вывесим сразу. Хотите, инбер ю дайте, как я прожил? Как я смог прожить при такой стипендии? Это же ужас. У нас-то была стипендия. Вот я-то не могу пожаловаться, 60 рублей у меня было. А у директора Кировского завода 120 зарплата. Конечно, я мог спокойно прожить, так сказать, на эти деньги. И вот товарищ тоже у меня на одном курсе учился. Он тоже самое. Мы на Матмейке учились. Хорошо. Придешь, винегрет почти бесплатный, хлеб бесплатный, горчица тоже на столах. Раз-раз. Винегрет с хлебом, с горчицей. И вообще ничего не тратишь. Это же красота. А вы хотите разорить какую-то фирму, которая внизу ходит? Так. Ну и несколько запомнившихся хороших аспектов договора. Понравилось то, что рабочим, получившим профессиональные заболевания или профессиональные травмы, или инвалидность, представляются рабочие места в той же организации, если есть эти места, с индивидуальной программой реабилитации. Не расстраивайтесь, их, как правило, нет. Мест? Да, как правило, их нет. Ну какие удобные, перегружатели, перегрузки. Какие могут такие? Все интеллигентские места заняты. Идут они в другом месте. Вот, например, докер Рысев. Такой широкоплечий. Он перешел на инвалидность. Пошел инструктором в бассейн. Около порта. Но уже не в этой организации. А так, как ты попадешь? В этом месте нет. Таких там работы-то нет. Там же написано «при наличии мест». Можете бы в это пойти и посмотреть. При наличии денег в карманах моего пальца все деньги забрать. Я все сказал вам. При наличии денег. А их нету там. Но если найдется там 20 копеек. То есть это вот формулировки такие. Вы тоже должны быть к этому подготовлены. Что такие все красивые формулировки пустые. При наличии средств у нашего государства у вас будет стипендия 10 тысяч в месяц. Что я вам скажу? Ничего. Нету сейчас средств. Потому что все миллиардерам отдают. А не студентам. Ну как вы? Если экономика не развивается, а миллиардеры растут. Как это может быть? Значит отнимают у слабых. А кто слабый? Студенты, пенсионеры. У кого отнять еще? Уже мы профессора, значит мы уже там начинаем. А студент будете выступать? Не за счет. Ну ладно. Сомнительный хороший момент. Но есть и другие хорошие моменты. Ну понятно. Например, предоставление транспорта от метро, наличие пригодных помещений, где можно покушать, отдохнуть. Потом мне очень понравился пункт, что в случае плохого самочувствия работника по его заявлению, ему могут предоставить три дня отдыха, я так понимаю, без предоставления каких-то медицинских справок. Сейчас даже в школах нужны обязательные справки. Знаете, секретный пункт какой? Какой? Ну вот там люди, докеры, так сказать, очень преследуют тех, кто выпивает. Потому что там большие бригады, если какой-нибудь вот пришел на работу пьяный, он срывает всю работу. Поэтому они дают смело, так сказать, добро, и профсоюз дает добро на увольнение. Все это не терпят. Ну вот хороший докер, никогда не пил, и вдруг выпил. Так вот он в соответствии с этим пунктом, иди домой. Так, в следующий раз, вот сейчас, три дня твои кончатся, если еще раз появишься, ты уволен. Это ему говорят товарищи по работе, члены профсоюза, они вмешиваются в администрацию. А раньше это было в такой же законе здравоохранения, что человек может без предоставления документов, три дня, ну когда с плохим самочувствием, плохое самочувствие, он вот напился и может пойти на работу. Плохо себя почувствовал. Их не надо три бутылки пить. Выпил бы вот столько, ну и может быть ничего. Он плохо себя почувствовал. Так что это такой вот секретный пункт, вот так сказать, с легендами. Понятно. И еще пункт про зарплату. Три, пять, десять. Позитивным моментом этого пункта является то, что если день выдачи заработной платы совпадает с выходным, то зарплату выплачивают накануне. То есть работнику не нужно дать выходные. Сейчас везде. Пенсии выплачивают. Это вот нам точно платят строго. Сейчас вот два раза в месяц в университете. Вот сегодня понедельник, то сегодня нам выплатили зарплату. Сегодня 25 число. А вот если бы нам должны были, вот, попадало это дело на субботу или на воскресенье, то в пятницу. А пенсии так нам платят. А потому что пенсии, да пенсии это у слабых. Они же пенсионеры-то и что будут, пока они дойдут. А наш брат начнет кричать, как мне выплатили зарплату? Ну это же особенная интеллигенция, это же публика. Это, Васильевич, но пенсии же тоже разные бывают. Так это должны. Должны содержать все отрицания. Мы с вами же изучали же философию. Если должны, если выдают, то это выдают. А если должны выдавать, то значит не выдают. Вообще вы должны получать 10 тысяч. Вот я считаю, вы должны. 10 тысяч, 10 тысяч. Отлично. Хорошо же? Видите разницу? Должны и получаете. Это на самом деле отрицательное высказывание. А вы должны быть крупным ученым. А будете вы или нет? Посмотрим. Вообще должны. А если вы не станете крупным ученым, что же вы? Вам же сказал Михаил Ачей, что вы должны быть крупным ученым. Ну, а вы вот все растрясли, все свои таланты. На какую-то ерунду. Кто виноват? Я или вы? Получилось, что я такой умный. А вы вроде как, если вы сделаете такое, то это потому, что я сказал. А если не сделаете, то опять вы виноваты. Это есть такие вот умные люди, которые такие изрекают такие вещи. И слывут умным. На самом деле это пустые все слова. Насчет должнострования. Всем должно быть хорошо. И напоследок, как конфликтолога в становлении, меня порадовал пункт 5.6, в котором упоминается, что стороны обратятся к примирительным процедурам в случае возникновения конфликта. Ну, а это вас порадовал? А вы знаете, что никогда они не обращаются к примирительным процедурам? Знаете? Никогда никто не обращается к этим примирительным процедурам. Потому что их две примирительные процедуры. Это вот приглашение посредника. Вот смотрите, значит, мы с вами, у нас конфликт. Я предлагаю его посредникам. Вы согласны? Нет, конечно, если я предлагаю, вы же не такая глупая, что вы. Я предлагаю, ясное дело, он будет за меня выступать. А вы предлагаете вот его. Да ни за что я его не соглашусь. Потому что вы предлагаете его. И все. Поэтому это кончается одним, писанием бумаг, что вы обсуждали. И поскольку не нашли согласия, перешли к следующей примирительной процедуре в приглашение к созданию арбитража. Арбитраж тоже сейчас никто не создает. Потому что арбитраж создается тогда, когда стороны обязались выполнять его решение заранее. Вы обязались выполнять это решение заранее, не зная, какое решение. Нет, конечно, и я нет. Поэтому таких дураков нету, чтобы это делать. Но если вы не написали эти бумаги, вы и я, и что мы, вот, не согласились выполнять решение, поэтому мы не создаем арбитраж. Эти бумажки, если не будут, нельзя проводить за басту. Поэтому никто эти не проводит, ни то, ни другое. Это не грустно, это реальность жизни. Почему грустно? Но вот мне звонит председатель профсоюза докеров, Василий Васильевич Казарин. Говорит, Михаил Васильевич, вы не можете быть этим посредником у дальневосточных докеров? Да я-то могу быть. Но вы же понимаете, что там работодатель, если вот вы предлагать будет профсоюз докеров, меня. Ну неужели вы думаете, что там такие дураки, что они, значит, им непонятно, что если вы меня предлагаете, они так прямо и согласятся. Да это, говорит, неважно. Вот вы согласны? Я говорю, да пожалуйста, согласны. И пропали. И нет, и нет. Потом я ему звоню. А вы что молчите-то? А вы знаете, говорит, мы им предложили вашу кандидатуру. Они решили тогда этот спор завязать и повысили нам на 2%. Но не было никаких все равно переговоров. Не было. То есть это называется мертвые пункты. Так, очень хорошо. Кто у нас третий был? Вы третий. Ну третий, вы последний. Вот люди, я знаю, что они, так сказать, бей первым Фредди. Так, раз, вышли и делали. А вы в следующий раз. У нас еще кто в следующий раз есть? Да. Два. Два человека, хорошо. Так, ну что, прекрасно. Спасибо, я благодарен товарищам. Я считаю, очень интересно было и полезно всем посудить. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok